приветствую вас дорогие зрители вы находитесь на канале мир качественного алкоголя давно уже заглядывался и на эту бутылочку которая эксклюзивно продается ну пока что только в брестоле сеть алкогольных магазинов не такая популярна как красно-белая но тем не менее это сеть и интересно это бутылка но на мой взгляд по двум причинам первое это сингл молд и вторая это то что он стоит до 2000 рублей даже сейчас ну и пару слов о ценах я эту бутылку купил 18 февраля по моему 22 года и она продавалась по белому ценнику за 1799 рублей плюс скидка 10 процентов через приложение получилось 1619 рублей за односолодовый сейчас же после всем известных событий ценник заморозили на уровне 1900 рублей но даже так подорожание получается всего на 17 процентов это ощутимо ниже чем общее подорожание виски на российском рынке полный анализ цен на алкоголь в россии новых можете посмотреть в предыдущем ролике на мой взгляд данная категория виски достаточно интересная поскольку это такой уже шаг вперед от различных джеймисон ballantines то есть хорошие но купажированные виски и с небольшими там потерями в плане финансов мы получаем уже хороший сингл молд это все будут до 2000 рублей это естественно все будут такие ну стартовые стартовые сингл молд и чем отличаются blended виски то есть купажированные от сингл молдов солодовых виски я уже рассказывал как-то в одном из своих обзоров если не затрагивать всю технологию приготовления да то что тут зерновые спирты дешевые не добавляются вкратце сингл молд он такой более плотный послевкусие у него появляется в отличие от blended купажированных виски то есть что то во вкусе вот после глотка все-таки остается да не сразу же проваливается вкус как в случае с купажированные недорогими виски он более такой маслянистый плотный такой жирноватый по своей текстуре ну и в целом конечно это гораздо более качественное питье так сказать что касается этого эксклюзива это джиммис limited edition опять же название подчеркивает этот трехлетка базовая простенькая но тем не менее это сингл молд до 2000 рублей опять же шотландские виски из региона хайланд виски джиммис принадлежит компании ангус данди которые принадлежат две винокурни одна из них то ментал располагающаяся в спейсайде виски этой дистиллерии я уже обозревал на своем канале очень достойный виски обязательно попробуйте если будет такая возможность ну или как минимум посмотрите обзор и вторая дистиллерия это гленкадам располагающийся в том же регионе что и джиммис правильно это хайланд ну и получается можно предположить что в виски джиммис входят молодые спирты из дистиллерии гленкадам ну и насчет этикетки я сначала думал что это какая-то корова потом думаю наверное олень но рога какие-то не такие оказывается это какая-то особая такая шерстяная порода шотландского быка потом картиночку на заднем фоне вам покажу ну и без лишних рассуждений давайте приступим к обзору то есть дегустация аромат вкус аромат очень интересный не сильно насыщенный но при этом не спиртуозный и отдает вот знаете такая какая-то хлебная нотка в перемешку с яблочь с яблочными какими-то оттенками фруктовыми сочными вот зеленые или желтые яблоки яблочные конфетки сюда же можно приписать какая-то вот хлебная подбродившая основа сглаженная фруктовым яблочным таким зеленые желтые сочные яблоки вот таким фруктовым налетом груша однозначно есть в аромате то есть опять же это уже даже по запаху чувствуется что это виски на голову выше того же джеймисона который многие так любят это ирландские виски там тоже зеленые нотки такие карамельные зеленых яблок про просто вагон во вкусе вот это это вот плюс-минус то же самое несмотря на то что это шотландия но на голову выше ну и давайте уже не будем тут пытаться максимальное количество ноток найти все-таки нас больше интересует именно вкус думаю как и большинство до чувствуется все-таки что это молодой виски то есть здесь нет настолько вот маслянистой плотности как в хересных выдержанных виски как в десятилетних виски и хайланд и так далее то есть он такой достаточно дерзкий но тем не менее даже при первом глотке отголоски сингл молота они все-таки догоняют здесь нет такое знаете вот этой дешевой водянистой спиртуозности как скажем совсем недорогих виски до там 1200 при текущих ценах рублей вкус в целом достаточно ровный то есть здесь нет каких-то провалов от начала вот до конца он плюс-минус одинаковый нет каких-то выпячиваний спиртуозности спада вкуса в конце да то есть после вкусе проваливается здесь такого нет ну то есть чувствуется однозначно что это в общем-то сингл молд пусть и не самый выдержанный это трехлетка базовая но тем не менее плотности насыщенность вкуса она ну побольше скажем чему у тех же там джеймисона балантайнса если до сравнивать уж с купажированными виски то конечно побольше вкус поплотнее что касается но так тут тяжелее уже разобрать чем в аромате но тем не менее давайте попробуем такая какая-то кремовая обволакивающая сразу маслянистая основа какие-то вот тофи знаете что-то вроде возможно и рисок и на заднем фоне уже какой-то микс из фруктов это игруша переспелая перемешку с яблоком и сглаженная какими-то медовыми легкими легкими оттенками что-то вот возможно если прислушаться какие-то отголоски есть весенних белых цветов вот эти плодовые цветущие деревья и в целом в общем то все если попытаться сравнить этот виски с какими-то собратьями для наглядности дата ну на мой взгляд он не хуже чем маклеланд хайланд популярный или lowland он не хуже чем там навулин дабл каст который там же в бристоле продается примерно за тот же ценник правда бутылочка 05 может возможно чуть попроще но это нужно уже напрямую сравнивать джимми с limited edition совершенно точно лучше чем краббис ярд хэт из кб который тоже сингл молд тоже трехлетка базовая тоже до 2000 рублей но только джимми с это вполне достойный сингл молд до 2000 а краббис ярд хэт на его фоне но это просто какая-то подвальная самогонка и даже в обзоре краббис я говорил что вместо такого сингл молд а я лучше возьму баллантайн за те же деньги джимми с на мой субъективный взгляд чуть чуть попроще чем акинтошин america наук акинтошин он более такой какой-то тонный плотный более разнообразных что ли то есть там какие-то апельсиновые персиковые тонна все это конечно бедненькая тоже но тем не менее как-то вот ощущается поинтереснее если сравнивать с сингл тоном 12-летним который у меня недавно на канале выходил тоже там за 1900 рублей большую бутылку мне удалось найти это стоит 1800 вроде бы по ценам это близкие виски тем не менее категории у них совершенно разные там уже опять же на ступень выше тот виски но в целом джимми с limited edition даже за свои 1900 рублей это вполне достойный сингл молд который однозначно стоит попробовать это такой свежий фруктовый летний максимально зеленые сочные луга белые цветы во вкусе сочные зеленые желтые яблоки в перемешку с сочными грушами все это с медовым таким оттенком сверху это еще более такой карамельный какой-то конфетки тофе вот эти кремовые вот такой оттенок и немножко на заднем фоне прослеживается хлебная вот подбродившая кислинка какая-то совершенно точно его не нужно ничем заливать вы только зря потратите деньги потому что этот виски достоин уже одну употребление в чистом виде ну и напомню чем больше ваша поддержка видео лайков и комментариев тем в общем то быстрее будут выходить новые ролики и тему соответственно будет больше у меня на этом все всем спасибо за внимание и пока